Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок. Все, устанавливаем камеру и начинаем урок Торы. Традиционный урок Торы. Всем, Ботертов, доброе утро! Как Георгий Нюня заходит первый всегда? Мне непонятно. Прямо всегда он появляется первым. Все, Яков Шатайдин нас смотрит. Все, отлично. Мы продолжаем изучать Перте Авод. Шалом всем из Краснодара. Во всем мире у нас есть участники урока. Очень хорошо. Прям покрытие у нас всего мира. Я сегодня как раз молился с утра и думал, вот сколько у Бога попросить на следующий год, чтобы было на уроте слушателей. Думаю, ну вот удвоить. Классно было бы, чтобы было в два раза больше нас. Каждое утро на уроте. Думаю, будет классно. Там 250 человек. А потом думаю, ну что за цель такая маленькая? То есть нам нужна цель так цель. Тысяча. Тысяча, чтобы было через год. Давайте сделаем, чтобы был урок, чтобы в прямом эфире было тысяча человек, изучающих Тору. Тысяча евреев, изучающих Тору. Если вы не еврей, проверьтесь ДНК. Может, вы евреи окажетесь. Кстати, ДНК удивительная штука. Я проверился. У меня показалось, что я на 40% еврей. И даже я почти на 7% я кавказец, написано. Кавказец. Или грузин, или армянин. У моего родного брата, родной брат, и ну явно, что мы родные братья, видно по нам. У него он на 80% еврей, на 10% какие-то прибалт. И все. Никаких Кавказа, ничего. Ну как такое может быть? Вот эти ДНК, они все очень сомнительные, но все-таки евреев сейчас должно быть в мире, как китайцев. Теперь второе, что я хотел сказать, что весь мир должен вернуться к Богу. Перед приходом Ашеха, вот уже сейчас мир приблизился к последней черте, должно быть, весь мир должен признать единого Бога, Творца мира, Создателя мироздания, который все это создал, все это включил, который всем этим управляет. И значит, поэтому все должны знать о Боге вообще без исключения, что Бьемау в этот день, когда придет Машех, и Еашем Ихад будет Бог один, Вешмой Ихад, и имя его едино. Но что это значит? Это когда мы сейчас говорим о Боге, то есть слова о Боге, а есть Бог. А когда придет вот этот вот день последний, то будет и Бог, и имя его единое. То есть когда мы будем говорить о Боге, мы все будем понимать, о чем мы говорим, будем с ним соединяться. Это уровень, куда мы все стремимся. Значит, мы изучили уже, что Бог десятью изречениями сотворил мир. Это была первая Мишна в пятой главе. И нам объяснили, почему? Чтобы было весело, да, по-простому. Чтобы было интересно. То есть если бы мир был однозначный, как мы были бы одноклеточные растения, было бы неинтересно. А вот десятью изречениями Бог создал сложный мир. У нас, слава Богу, есть по десять пальцев, а не по три. Представляете, были бы люди с тремя пальцами. Если бы Бог создал мир не десятью изречениями, а тремя, то мы были бы вот такие, с тремя пальцами, как эти самые, как крабы. И никто бы не удивлялся. Здравствуйте, у нас сегодня урок Торы. Тремя изречениями Бог сотворил мир. И было бы три пальца, три глаза, три глаза и там три рта в разные стороны. Понятно, да? Но десятью изречениями Бог сотворил мир, поэтому все идет здесь по десятиричной какой-то траектории. Дальше, второе, это было у нас, второе, было, что десять поколений, десять поколений от первого человека до Ноя, это они шли против Бога. Десять поколений от Ноаха до Авраама шли, значит, против Бога. И только Авраама Вину, он соединился с Богом полностью и забрал награду всех предыдущих поколений, потому что накапливалось, накапливалось вот это, ради чего Бог создавал мир. А мы уже учили в четвертой главе, что этот мир, это коридор, а тот мир, мир получения награды, духовный мир, это уже мир настоящий получения награды. Мы сейчас идем в коридоре. И Авраама Вину забрал награду всех предыдущих поколений. Авраама Вину соединился, про отец Авраам, соединился с Богом. и он стал как, говорят, что меркова, да, как вместилище для Бога, то есть Бог в этом мире, он с тем-то соединяется больше, с тем-то соединяется меньше, и тот, кто соединяется с Богом больше, то его влияние на мир, конечно, становится больше, то есть есть у нас тоже, мы учили в первой главе, во второй главе, делай его волю как свою, чтобы он выполнил твою волю как его, то есть праведник сказал, Бог сделал, но почему праведник сказал, Бог сделал, почему благословение праведника мощное и меняет реальность, потому что, когда праведник, он все делает, как Бог сказал, то есть он с Богом в резонансе, он говорит, у меня своей воли нет, я все время с тобой, и праведник, он все время с Богом, своими мыслями, своими действиями, и потом, так как он соединился с Богом, то есть пошло от него движение к Богу, То когда он просит у Бога, а он же для себя ничего не просит, праведник, он поэтому и праведник, он просит для людей, он просит, пусть этот человек выздоровеет, бах, человек выздоравливает. Почему? Потому что он праведник, он все делал по божественной воле, у него накопился потенциал, и он такой говорит, пусть Бог поможет вот этому. И благословение праведника сбывается. Понятно, да, как работает? Но третья глава нам очень дает прямо уникальный взгляд вообще на судьбу праведников, потому что нам рассказывается о Аврааме, он забрал награду всех предыдущих поколений, которые шли против Бога, и что он получил, когда он Бога признал, когда он с Богом соединился, когда он прямо с Богом стал одним целым, он получил 10 испытаний. Третья глава, асарани сенот нитнаса Авраама вину. 10 испытаний был испытан Авраам про отец наш, отец наш, да, дословно. Ваамад Бакулям, и он выстоял во всех, выстоял он во всех. И почему? Зачем были нам даны эти испытания? Ему зачем были даны испытания? А потом, есть же такой закон, дела отцов в знак для сыновей. Почему Бог так испытывал еврейский народ прямо такими 2000 лет изгнания, страдания, такие вообще испытания? Испания, 1492 год, декрет там Изабелла, или принять христианство, или все заберем и уходите отсюда. Или, а те, кто приняли христианство, но не соблюдали что-то, за ними слежка инквизица, их убивали и забирали все имущество. Причем тот, кто организовал инквизицию, Тарквимада, он был еврей и крещеный, и он же знал всю эту фишечку. Он платил 10% за то, что сдавали тех евреев, которые приняли христианство и не соблюдали что-то. Значит, тот, кто на них стучал, получал 10% от конфискованного имущества. Теперь понятное дело, представьте, средневековые испанцы, деньги нужны, рядом сидит сосед, который крещенный еврей. Который все соблюдает, но, значит, зарабатывает там все. Но в тихушку он там что-то по старой памяти говорит благословение на иврите и так далее. Это ж тяжело из себя убрать сразу, да? Даже при желании. А многие не хотели, они думали, а ладно там, какая разница, приму христианство, ничего страшного. Но этот сосед испанец шел, на него стучал, докладывал на него, свидетельствовал. Его им брала инквизиция, пытали, так пытали, что капец. Он сознавался, конфискация имущества, смертная казнь, 10% испанцу. Конечно, получилось, что даже те, которые приняли христианство, евреи, они, ну, огромное количество из них было потом убито инквизицией. Представьте. Так если мы зададим вопрос, а за что эти испытания? Почему? А 300 тысяч ушли пешком без вещей, с детьми на плечах, оставили все богатство, дома, ушли в Португалию. Их оттуда там тоже, их прям как концлагеря собирали. Они в море, переезжают в море, а там их в Марокко встречают берберы, у которых было поверье, что евреи богатые, значит, у них должны быть бриллианты. А где бриллианты? Знать, в животах. Они эти корабли прямо останавливают, спарывают им животы. Возникает вопрос у евреев, за что? То есть, они вроде бы только что отказались от всего имущества для того, чтобы сохранить веру в единого Бога без всяких отклонений. А в это время, что они вместо этого получают? Испытания, испытания, испытания. Вот ответ, мы сейчас узнаем ответ. Почему Бог испытывал Авраама, который выбрал Бога? Потому что написано так, Леодия, сообщить, кама хибато шель Авраама вину, чтобы сообщить, какая любовь Авраама вину, Авраама про отца. Вот тут непонятно, любовь Авраама к Богу или любовь Бога к Аврааму. И оказалось, что и любовь к Аврааму проявилась, любовь Бога проявилась в том, что он давал ему испытания, в которых он выстоял, и любовь Авраама проявилась в том, что он выстоял в этих испытаниях. То есть, в этом ответ. Давайте сейчас проанализируем, какие было 10 испытаний Авраама вину и посмотрим, как эти испытания, они встречаются в жизни каждого из нас, и как вел себя Авраам, и как мы должны себя вести. Давайте посмотрим. Значит, первое испытание Авраама, это было, его вызвал царь Немрод, ну, царь Вавилона тогда, и говорит ему, в Урказдиме было дело, говорит, ты вообще кому поклоняешься? Кто это твой единый Бог вообще, которому ты поклоняешься? Мы такого Бога не знаем. Мы знаем Бога огня. Поклоняйся огню. Они были поклонялись огню. Он говорит, уважаемый Немрод, я бы, говорит, огню бы поклонился, но вода-то сильнее, чем огонь. Вода гасит огонь. Тот говорит, да, действительно, вода гасит огонь. Хорошо, поклоняйся воде. Он говорит, я бы поклонялся воде, но солнце-то, оно высушивает воду, оно сильнее, чем вода. Он говорит, хорошо, поклоняйся солнцу. Он говорит, ну как я могу солнцу поклоняться? Тучи закрыли солнце, нету солнца. Что делать? Поклоняйся тучам. Он говорит, а тучи отгоняет ветер. Поклоняйся ветру. Он говорит, а ветер, если скала, он в скалу, все, в скалу он победить не может. Он говорит, скале поклоняйся. Абрама говорит, ну как я могу скале поклоняться, если скала, она превращается в песок с годами и исчезает? В общем, Немроду это все надоело. И он ему говорит, послушай, я не знаю все твои вот эти вот истории. Абрама говорит, есть Бог единый, который все это сотворил и он управляет всем, всей этой историей, всем мирозданием. Немрод говорит, я твоего Бога не знаю, который, его нельзя представить, его нельзя увидеть. Он хозяин всего, но он сам непостижим. Он говорит, я знаю, Бог огня у нас есть, вот печка, сейчас мы тебя в печку бросим и посмотрим, спасет тебя твой Бог или не спасет. Абрама говорит, спасет или не спасет, неважно, но и ничего не меняется для меня. Я верю в Бога, хозяина мира. Захочет спасти, спасет, не захочет спасти, не спасет. Я с ним, что находясь в этом теле, что выйду из этого тела, тоже буду с ним. И значит он заходит в эту печку. И в печке, значит он ходит, ходит, ходит в печке, огонь его не берет и все очень удивляются. А Авраам Авину, значит он еще, он увидел, что Бог его действительно спас. Хорошо, это было первое испытание. Первое испытание, испытание веры и испытание понимания, наверное, вот как это все работает. Можно так сказать. И у нас каждый день мы проходим это испытание веры, потому что, а ты веришь в Бога? Я верю в какого? Не знаю. Он непостижимый. Ну как можно в непостижимого Бога верить? А вот физик Хоптинс сказал, что Бога нет. А кто такой физик Хоптинс этот? Он сказал, пересказал, там вообще непонятно, кому он сказал, если он даже шевелиться не мог, этот физик Хоптинс. И про кого Бога он говорил. Но мы все время находимся вот в этом испытании Немрода, да? Испытание веры. Второе испытание у Авраама Авину было такое. Значит, Бог ему сказал, лех лыхами арцеха, иди себе из твоей страны, из твоего города, из твоей семьи в землю, которую я тебе покажу. И Авраам Авину выходит в сторону Израиля, но Бог ему не сказал конкретно куда, но он ему пообещал, я тебя умножу, дам тебе благословение, значит, и возвеличу твое имя, будешь ты известный, будет слава у тебя. И Авраам Авину пошел в неизвестность с вот этим обещанием. Это было второе испытание, то есть довериться Богу, когда ты идешь в неизвестность. Довериться Богу, что он тебя любит, довериться ему, что он все для тебя сделает. Это было второе испытание, испытание битахон, испытание, насколько ты доверяешь, что Бог может тебе вот так вот, тебе так хорошо относиться. Теперь дальше. Третье испытание у Авраама. Он приходит в землю, которую Бог пообещал ему отдать, заходит он в землю Израиля, и третье испытание, там начинается голод. Голод и все. Ему Бог пообещал, даст ему благословение, богатство, славу, а он приходит и получает голод вообще, дети голод, и он там даже жить не может. А он вышел из очень богатой семьи, семья, которая была там, мади они были, ну то есть такая очень семья была известная. И значит, а тут он приходит в никуда, и вокруг бегают голодные эти хананейцы, которые, дети хананейцы голодные, которые жертвоприношения детей приносят, то есть вокруг полный беспредел. Авраам Авин увидит, что вокруг полный беспредел, к Богу приближать некого, то есть вообще. А он хотел всех к Богу приближать. А куда он будет приближать, если у него кушать нечего? И он, значит, идет вместе со своей семьей, идет дальше. В чем было третье его испытание? Будет он в этот момент возмущаться, что Бог ему его обманул, или Бог ему не дал то, что обещал? Нет. Третье испытание. Авраам Авину принимает все с любовью, верит, что Бог, раз ему сказал, иди с своей земли, будет все хорошо, и он спускается со своей семьей в Египет. Он спускается, в Египте есть еда, он заходит в Египет и попадает в четвертое испытание. Четвертое испытание, у него забирают жену к фараону. То есть Сара была очень красивая, у него была специальная идея, что он каждый раз говорил, что она моя сестра, и каждый раз он требовал за нее больше и больше выкуп, и пока собирали там они выкуп, он уходил в другое место, и он думал так потянуть время. Но ее увидели слуди фараона, и уже фараон, ему принадлежит весь Египет, его схема не сработала. И четвертое испытание, у него забирают жену. В чем было четвертое испытание? То есть он в этот момент тоже не усомнился в Боди, не сказал, что ты за Бог и так далее, зачем я в тебя верил. Он начал Богу молиться, чтобы Бог спас жену и чтобы все было хорошо. Бах! Фараону во сне приходит посланец от Бога, послание, что не трогай Сару, не трогай Авраама. И их отсылают из Египта, говорят, уходите ты, Божий человек, нам тут не нужно такой вот человек, с которым Бог больше, чем с фараоном. А фараон был маг такой, колдун, там в Египте было дикое колдовство, вообще нереальное. Они умели вот служить идолам, знали магию и его отсылают Авраама. Это было четвертое испытание. Пятое испытание, он выходит и, значит, пятое испытание, нападают, забирают в плен его племянника, нападают там цари, забирают племянника его имущества и он думает, надо идти спасать племянника. А у него всего было, сколько у него было Элиэзер, Элиэзер у него был раб, и не помню, сколько у него было, ну, помощников, да, небольшая такая команда. И они небольшой командой идут, нападают на этих, на этих нападают, кого? Царей этих, и, значит, отбивают, отбивают, побеждают их, всех вырезают, их там обращают в бегство. И вот этот маленький отряд спецназа во главе Авраама и его раба Элиэзера, Элиэзер это «Бог поможет» имя переводится, он, значит, освобождает лота и добычу, которую они захватили. Это было, это было, какое испытание? Пятое испытание, значит, но он все это время полностью полагается на Бога, ни одного вопроса Богу не задает, где же ты там, почему же все не так, как ты обещал. Итак, шестое испытание, шестое испытание, все эти годы у Авраама нет детей, а Бог же ему пообещал, я, говорит, тебя размножу, а у него нет детей, и он уже старый, ему уже 87 лет, и тут ему Бог говорит, значит, сделай обрезание. Нет, тут Бог ему дает, дает он ему ребенка, у него родился Ишмаэль от рабыни, от Агарь, это была египтянка, которая, дочка фараона, которая ушла вместе с Авраамом, и, значит, у него рождается этот ребенок, и шестое испытание, ему Бог говорит в 99 лет сделать обрезание, в 99 лет сделать обрезание, подтвердить свой союз с Богом, и у него в 100 лет рождается еще один сын. И когда в это же самое время наступает седьмое испытание, у него Сару, его жену опять забирает царь Элемелла, только царь филистимлянский у него крадет жену, то есть Сару дважды крали, представляете, жизнь у него какая была нелегкая, дважды ее крали. И он, второй раз, он опять же не жалуется, обращается к Богу, Бог делает чудо, спасает Сару, но в момент, когда ее украли, вот этот момент выстоять и продержаться, это было очень сложно. Дальше, это было седьмое испытание. Восьмое испытание. Восьмое испытание, Авраам был, ну, он был сама доброта, то есть он доброта, любовь, хесет, милосердие, и тут Бог ему говорит, жена Сара и Агарь, они были в плохих отношениях, как, ну, две жены, хотя Сара сама дала Агарь в жену Аврааму, в свою рабыню, но когда у Агарьи родился ребенок, а потом родился ребенок у Сары, Сара сказала Аврааму, вышли, вышли, спасибо, 380 человек, Сара сказала Аврааму, выгони эту рабыню и ее сына. Авраам Авину любил Ишмаэля, он, прямо это тоже, он родился, как бы это было божественное пророчество, и как выгнать ее, но Бог ему сказал, слушайся Сару, слушайся Сару, жену свою, и Авраам Авину взял, как раз Ишмаэль болел тогда, он его положил на плечи Агарь, дал ей один мешок воды, хотя он был очень богатый человек, и сказал, иди, говорит Агарь, Бог о тебе позаботится. То есть у него такое было доверие к Богу, но написано прямо в Торе, это было плохо в его глазах, он очень страдал от этого, что ему пришлось так сделать, то есть ему было от этого он страдал. Это было испытание восьмое. Девятое испытание, девятое испытание, это было жертвоприношение Ицхака, жертвоприношение Ицхака, то есть это было самое большое испытание, когда Бог ему всю жизнь говорил только о добре, о том, что нельзя никого убивать, тем более своих детей, и тут Бог ему говорит, а теперь убей своего сына Ицхака. И это было совершенно вот этот вот момент проверьте настоящего испытания, насколько Авраам боялся Бога, любил Бога, то есть это было для него прям дикое испытание. И он его прошел, после этого испытания Бог сказал, вот теперь я знаю, что ты по-настоящему боишься Бога, и боишься имеется в виду трепет перед Богом, и что у тебя есть, ну реально ты слышишь голос Бога, а не слышишь голос своего эго, себя, ну как это, сын все-таки, и... То есть у него настолько был соблазн идти против воли Бога в этой ситуации, но он сделал то, что Бог ему сказал. И последнее, десятое испытание, это смерть Сары. Когда Бог сказал ему Аврааму, эту землю отдам тебе, а ему негде ее похоронить было, ему пришлось покупать землю для мадилы Сары, хотя Бог ему, когда он выходил из Урказдима, обещал всю эту землю дать ему в удел. И тут ему надо жну похоронить, а ее похоронить негде. И он, и в этот момент он прославлял Бога, любил Бога, и именно эти испытания, они его соединили с Богом по-настоящему. Потому что когда человек, например, говорит, я люблю другого человека, как мы знаем, любит он его или не любит? Мы знаем только по поступкам, и поступки, когда все хорошо, ну все хорошо, все отлично. Но если, не дай Бог, что-то случается, вот тогда проверяется любовь, дружба, отношения там и так далее. То есть только через испытания проявляется вот эта вот близость, близость настоящая и настоящая любовь. Значит, есть такое выражение, в Мишле мы учили, что тот, кого Бог любит, того он испытывает. По Торе запрещено просить испытания. По Торе лучше всего просить Бога, чтобы он не давал испытаний, потому что, кто знает, испытание это, оно тебя или поднимает, или ломает. То есть это как бы смысл, само слово не сайон, он тебя или поднимает, или он ломает. Все, тут как бы, поэтому лучше не просить себе испытаний. Но теперь мы понимаем, откуда они. То есть испытания, которые человек проходит, делают его намного, намного сильнее. Все, давайте сделаем так, чтобы мы сами себе делали небольшие сложности. Написано, липум цара агра. Чем больше страданий, тем больше награда. То есть, когда ты преодолеваешь, преодолеваешь какие-то усилия в своем служении Богу, делаешь усилия, преодолеваешь себя, свою природу, нет смысла в испытаниях. Ты сам себе делаешь мини-таки испытания своего я царара каждый день. Ты не просишь у Бога, проверь мне, это хуже всего просить у Бога. Ты не ждешь, когда Бог пришлет тебе испытания. А ты сам каждый день усиливаешься в служении, каждый день. Чуть раньше встал, чуть больше поучил. Вот сейчас, например, надо сделать выводы после урока, сделать три вывода. Если вы раньше делали один вывод, сделайте два. Делали два, сделайте три. Поделитесь, делились с одним человеком уроком, поделитесь с двумя. То есть, сделайте что-то на пути служения Богу, и преодолев какую-то сложность, вы как бы мини-испытания с себя убрали. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Все, получается, что весь мир потомки Авраама, Авину, потому что у Авраама арабы, они пошли от Ишмаэля, от его сына Ишмаэля. Значит, в христиане пошли от сына Ицхака Эйсава. То есть, Авраам, само имя Авраам, отец всех народов. И получается, что Авраам Авину, Авраам наш праотец. Это могут сказать все народы, потому что от Авраама пошли все те, кто верят в единого Бога. То есть, он был первый, как мы уже знаем из предыдущей Мишны, который поверил в единого Бога. Бог, он его испытал. И от Авраама пошло все остальное. Все, дорогие друзья, я вам желаю записанным быть в книге жизни, благополучия, здоровья. Главное, чтобы мы все были здоровы, сильны и счастливы. Завтра урока не будет, моего не будет. Давайте Эйтана попросим или Эйтан, или Яков Шатанин. Завтра я выступаю с Божьей помощью на очень большую аудиторию. Тоже постараюсь прославить Всевышнего, чтобы хозяина мира, с Божьей помощью, чтобы все знали, кого надо благодарить. Все от Бога. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Дамир. По поводу многоженства, главное, чтобы все были счастливы. Вот так. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok